здравствуйте дорогие коллеги меня зовут полянская алена я живу в карелии город петрозаводск это столица нашей республики мы прямо рядом с финляндии недалеко находимся вот я владелец руководитель администратор сейчас все в моем лице практически кроме преподавателя маленького языкового центра и в этом году нам было два года но я считаю что прошлый год он был такой прям совсем пробный да вот качественно изменилось уже вот в этом году и все благодаря тому что я пошла вот этот курс у дмитрия никитина отучилась и уже с первых занятий у меня пошли какие-то изменения я можно начну сразу вот как вы говорите пригласить на курс первое мое первый мой урок который я вынесла с первых же занятий это то что допустим я поняла для себя что мне не надо больше преподавать это случилось так что я рассказывал о том как я люблю преподавать как я люблю всякие сертификаты получать одно другое третье дмитрий сказал что это не очень хорошая идея потому что нужно руководить нужно думать про другие вещи в общем вот и вы не сможете делать это качественно в таком объеме в котором вы ведете я подумал сначала ну посмотрим и случилась такая история что полгода я отработала обычном своем графике и в один момент зная что у меня будут занятия я понимала это у меня стоят они в графике мне почему-то захотелось пойти в кино и в магазин и я просто пошла в кино и магазин я забыла что у меня занятия и мне позвонили сначала номера звонят я думаю не буду брать труппы неизвестные номера а потом взяла и говорят мне а вот где хочу у нас все закрыто я поняла к ужасу мне стало дурно мне стало плохо что я просто вот ушла куда-то и забыла про свои занятия хотя я знала с утра что они будут я так поняла что все мозг мой отказывается вот просто делать то что нужно потому что он устал бесконечная эта работа с утра ты готовишься после обеда ты ведешь потом когда думать про стратегию когда думать про планы в общем я прислушалась к совету и я скажу что это самое лучшее наверное решение было мое я не пожалела ни разу нашла себе хорошего преподавателя сейчас мне работает учительница следующем году беру еще одну и я думаю что мне нужен будет помощник в плане как помощник директор вот потому что пока к функции руководителя как к стратегу еще не получается перейти в полной мере потому что никогда вот поэтому я такая мы очень маленькие мы только начинаем и про ценности я ну мы все расслышали про ценности да но как-то в плоскости работы ты не очень воспринимаешь понятие ценности обычно ценности жизненные какие-то да и мы живем в соответствии с ними а на работе в основном правила ли какие-то регламенты что-то такое но когда я послушала все посмотрела я поняла что ценности ну прям необходимы потому что я руководитель я строю свой имидж имидж компании мой как преподаватель имидж уже в принципе как бы я много лет работала в школах и репетитором и занималась в языковых центрах тоже работала вот я поработала там и посмотрела увидела плюсы и минусы и подумала что если бы я до что-то организовывал я бы сделал что-то по-другому как-то вот так или вот так но это и есть те ценности на которых бы я хотела строить свою компанию свою организацию как бы я хотела это все все реализовать собственно система ценности зачем она нужна да вот к этому и подходим я для себя сделала для чего она мне нужна она помогает сформировать фирменный или определенный имидж или репутацию да вот среди того что есть в городе у нас город небольшой 250 тысяч и довольно таки большая сеть разных языковых школ разных детских кружков везде в самых даже таких с захудалых там детских каких-нибудь кружках везде английский язык есть но практически везде поэтому я понимала что это моя специальность я хочу этим заниматься но мне нужно что-то такое сделать чтобы я все равно отличалась и я понимаю что я одна работать не могу но я это невозможно поэтому я решила что будет у меня курсы будут преподаватели и будем мы работать по определенным ценностям также вот отстроиться от конкурентов в этом плане такая же история да как про имидж системно выстроить работу всего образовательного учреждения то есть все действия которые которые производятся вся работа которая происходит в центре она вся идет в соответствии с теми ценностями которые вы себе поставить то есть вы не можете там нарушить до своей ценности потому что вы по ним живете соответствии с ними и а также найти решение в неопределенных конфликтных ситуациях вот что-то случилось у вас вы знаете что вы вот так вот не делаете потому что у вас есть там ценность допустим забота о детях вы определенным образом только будете поступать другим образом вы не можете поступать как бы это тоже очень хорошая такая такое правило которое держит тебя же как работника как руководителя как организацию в определенных рамках и я рада что мы со что я составила по идее потому что я была одна практически сначала эти ценности я продумала их подумала я понимаю что они будут изменяться дополняться скорее всего но хорошо что это сделано сейчас и она будет внедрено любому человеку который придет он будет с этим считаться с этим работать вот так как это сделать сначала вот то что говорил дмитрий да миссия стратегия ценности это все как кажется такое немножко на самом деле уже замыленные слова и все подряд их используют кто понимает то не понимает самом деле это очень нужные вещи я тоже подумал миссия какая у меня миссия ну что такое вообще ну цель какая-то да что я хочу смысл но это есть цель и смысл а то есть миссия то есть для чего вы организовываете свой бизнес зачем вы занимаетесь этим делом даже не может быть не бизнес а дело мне слова больше нравится хотя это одно и то же ну вот чисто для меня вот и сначала определяйте миссию я сначала написала такую прям трехэтажную миссию большими количеством нашей лексики человек который меня проверял она мне сказала что очень сложно у тебя зря ты вот это вот все туда написала посмотри миссии других организаций посмотреть какие известные миссии ты увидишь какие у них простые понятные всем должны быть слова то есть что ты хочешь что ты хочешь чтобы было у тебя я ее переписала долго я ее скажем так вроде самое простое считается самым таким сложно как это все сказать так и посмотрела разные разные посмотрела и все-таки для себя что ты взяла вот сначала пишите смысл цель вашей организации а потом вы продумываете при каких условиях вы сможете сейчас эту цель прописать эти условия то есть что мы хотим успешно учать детей английскому языку допустим развивать какие-то навыки для этого нужно чтобы успешно получилось что нужно быть какой-то комфорт допустим комфорт физический комфорт психологический что для этого надо. Понятно, хороший кабинет, тепло, сухо, вода, туалет. Все это нужно прописать. Родителю там, не знаю, где-то место отдельное, может быть, парковка. Психологический комфорт ребенку. Что нужно? Опять-таки, удобное место, запасные ручки, какие-нибудь там, не знаю, руки помыть, туалетная бумага, все что угодно. Все, что входит в это понимание потом. Учитель определенный, с определенным образованием, с готовыми занятиями, например. Это все идет туда. Затем можно посмотреть, нужно посмотреть ценности других образовательных организаций. Вот Дмитрий тоже рекомендовал. И не только наших, да, хотя на самом деле очень много в интернете, много всего. Я все посмотрела, все, что могла найти. Где-то были очень такие сложные, их много было. Где-то были такие понятные, их было немного. Но, в общем, посмотрите, и после этого вы что-то себе еще возьмете. Как бы это не переписывание чужого, это то, что вы хотите себе взять. Можно посмотреть ценности других организаций, которые не образовательны. Там тоже интересно. Вот Сбербанк, например, я смотрела, мне понравилось у них. И разные, разные, разные. Выписываете те, которые понравились. Затем вот все вот это вот собрав, да, в кучу, вы подумайте, каким образом вы хотите выделиться или отстроиться на фоне других организаций. Поинтересуйтесь, если у них это вообще. Ну, вот я проводила, скажем так, свое исследование по своему городу. Я не нашла ни в одной организации, даже в нашей крупной языковой школе, она, скорее всего, есть у них, эта миссия ценностей, но у них почему-то не написано. Но я вижу, что они транслируют, понимаю, а у маленьких еще пока такого нет. То есть, они этого не показывают, наверное. У них тоже есть какие-то, понятно, свои. Может, они даже не знают, что они по ним живут, но, в общем, нужно на это опираться. В любом случае, нужно как-то отстраиваться. И затем вы пишете свои ценности уже и приводите пример на каждую ценность или несколько примеров. То есть, написали вы качество, а как вы это качество будете реализовать? Что будет подтверждением вашего качества? Да, ну, наверное, у всех это один из важных принципов, допустим. Ну, я так думаю, да. По крайней мере, мне так хотелось, чтобы у нас так было. Вот. И что у нас, у меня? Вообще, по идее, конечно, нужно собирать компанию, сотрудников, миссию, насколько я правильно помню, пишет руководитель, это его, да, желание, что он хочет видеть. А ценности можно с работниками со своими, с сотрудниками устроить какую-нибудь стратегическую сессию, прописать, дать им возможность высказать свое мнение, куда-то записать, потом все это можно, ну, это долго, я так понимаю, да. Вот как раз таки на курсе учат эти сессии проводить. И это, мне кажется, было бы классно, если ты сотрудников спрашиваешь, они как раз в этом же и будут участвовать, это их заинтересованность. Если они напишут вот качество, честность, то они должны это будут делать, да, не за них это решили, а они-то сами решили. Вот, моя миссия такая, качественно и результативно обучать детей английскому языку для достижения их академических личных успехов. Тоже, я ее, ну, вот, сколько я ее переписывала, много раз на самом деле, и то, что-то я тут оставила из того, что хотела, но буквально половину убрала. Что я определила? Чтобы мне достичь этот результат, мне нужно, чтобы было качество, мне нужно, чтобы была честность по отношению к ученикам, по отношению к сотрудникам, мне нужно, чтобы был индивидуальный прогресс ученика, или раньше я называла это мониторинг успеваемостями, сказали, некрасивое название, переделывай, ну, в общем, пока такое написала, не знаю, может, потом еще как-нибудь изменю. Забота в разных проявлениях, да, также к ученикам, к родителям, к сотрудникам, к себе, в конце концов, и поощрение тоже всех участников образовательного процесса. Как эти ценности у нас реализуются? Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Школа Дмитрия Никитина проводит образовательные тренинги, конференции и курсы для руководителей языковых школ. Подробности об актуальных событиях можно узнать по ссылке в описании. Качество. Что я имею в виду в плане качества? Как мы по нему работаем? Во-первых, это выбор ОМК. Мы остановились на том, что мы выбрали самые, наверное, распространенные учебные курсы для младших школьников, а у нас их большинство. Это Kidsbox, для средней школы это будет PrePare. Почему мы так сделали? Я долго работала в разных организациях, я посмотрела тоже, посравнивала, какие детям заходят больше, какие больше нравятся. Я заметила по тем, которым я работала, и в школах, и не в школах, вот Kidsbox, он самый такой интересный, что ли, он им нравится, в общем. И мне было важно, чтобы этот курс был опробирован, чтобы были успешные кейсы, что называется, да, он известный, он мировой, поэтому мне показалось, что он подойдет, плюс ко всему он готовит к международным экзаменам, а это тоже качество. Если ребенок сдаст этот экзамен, у него будет сертификат, это будет подтверждение качества наше. Да, сейчас у нас ситуация такая, что нет у нас международного сертификата, не получить, не сдать, да, экзамен, но можно куда-то поехать для тех, кто хочет, либо мы будем, пока мы ждем, мы тренируемся, в общем, вот так и решила. Плюс большой, большой выбор, не выбор, а много дополнительных материалов. Я тоже хотел, чтобы это было, чтобы учитель голову не ломал, не искал, сам не сидел ночами и не делал задания. Очень много материалов по китсбоксу, просто масса, очень много разных учителей по нему работает, много вебинаров, много обучающих, видео, то есть, очень хорошее, нам лично зашло. И вот поэтому мы его взяли. Учебный план на год. Вот то, что я со школы вынесла, мне показалось, очень подходит. Учебный план, календарно-тематический план. Почему я на этом настаивала и делаю, это сама я делаю, учитель потом этим пользуется, потому что, когда я работала в языковых курсах, максимум, что мне делали, что нам давали, это вот течисбук, учебник, тетрадь рабочая, и вот тебе дети, вот тебе студенты, даже взрослые, у меня были кучи. Никто не проверяет, никто не смотрит, не как бы, ну вот в тех организах, в которых я работала, да, даже в школе никто особо не спрашивает, как ты работаешь и что вы там прошли за занятием. Возможно, этого и не надо, но мне хотелось, чтобы я точно знала, что каждое занятие прошло с пользой, потому что их мало, да, ну в течение года. Сколько их? 72 всего получается у детей, ну это вот только-только, тык-в-тык. И поэтому я понимаю, что родитель платит за это деньги, он должен получить то качество, о котором мы говорим, поэтому у учителя есть учебный план, у него есть поурочные разработки, вот они как бы, это так я сфотографировала, да, вот то есть пэк, ну грубо говоря, у учителя на один занятие, он может быть разным, у него вот такой план прописан, написана там цель, все, что проходит, фазы, этапы, что там еще, даже вот сбоку notes, там, что нужно, на каком этапе у него, что есть, да, когда он что должен достать, какие флешкарты, когда стикеры наклеить, когда что, я даже сейчас тебе буду прописывать, когда нужно видео снимать, каких именно видов деятельности, чтобы он не забыл, потому что он может забыть, вот, система отработок, ну название, да, такое, тоже здесь вот на курсе, я все это услышала, мне это понравилось, в том году мы делали возвраты, это было плохо, это вообще нехорошо для организации, в этом году мы начали с того, что мы сказали, мы не возвращаем деньги, мы предлагаем отработку, потому что, о чем мы говорим, опять-таки качество, качество пострадает, если вы будете постоянно болеть, лезть на соревнования, мы не увидим результата, пожалуйста, отрабатывайте, мы всех ждем, в определенное время, и сейчас они спокойно записываются, приходят дети, отрабатывают все, и как бы мы знаем, что они получили эти знания, родители не против, только два человека спросила, что так, в общем, немножко посомневались, но они все равно, продолжили с нами заниматься, образование чтей, я считаю, это качество, это важно, хотелось бы, чтобы всегда было языковое, педагогическое, хотелось бы, чтобы был какой-то стаж, чтобы было с чем сравнить, тому же учителю, в какой он организации работал, но это тоже вещь, которую я считаю, что мы будем смотреть, оплата 8 абонементов за 9 месяцев, я это определила в качестве, почему, потому что мы родителю помогаем, он оплатит месяц май, то есть, мы платим с сентября по апрель, май, он у нас вшит во все эти оплаты, и, то есть, родители уже знают, что май у него оплачен, то есть, ребенок должен доходить этот месяц, так бывает, что часто, в том году у меня такое было, дети после майских каникул стали разбегаться, я думаю, что же делать, и стала думать, у кого-то вот это вот уже услышала, мне это понравилась идея, я ее сначала испугалась, ее принимать, потому что поднимается оплата за абонемент, как бы, ну, значительно, и думала, что не зайдет, на самом деле, боялась, уговорила, слушайте, зашло, только два, опять-таки, ученика, родители спросили, что почему вот так, вот опять я им объяснила, это те же самые про отработки, и тоже они у нас все остались и платят, вот, то есть, это зашло дело, и мы им объясняем, это ваша и наша дисциплина, вы за май оплатили, вы должны отходить, и качество не пострадает, и курс ребенок пройдет, не прослушать, да, а пройдет его до конца, то есть, мы будем, мы понимаем, что мы дали ему то, что мы должны были ему дать, так, что касается честности, это моя такая, наверное, фишка, мне важно, потому что я должна, как мама тоже, я понимаю, что если я плачу деньги, я хочу результат, вот, я хочу знать точно, получается у него, у ребенка, или не получается, даже если немножко получается, я должна понимать, даже если какие-то сложности есть, я тоже должна понимать, мы не можем не говорить правду, мы всегда с отрядителями на связи, мы им рассказываем про успехи, неуспехи, какие-то моменты, да, понятно, что мы не сразу бежим жаловаться, мы сначала отрабатываем наши, как бы, сами, свою компетентность, должны показать педагогическую, но потом уже говорим, с какими сложностями столкнулись, если они были, или хвалим постоянно ребенка, что вот, маленькие успехи у него есть, но, в общем, такая вот история, да, допустим, приходит ребенок, ну, у него низкий уровень, да, допустим, чего-нибудь, там, любой компетенции, мы это объясняем, рассказываем, мы не говорим, что сейчас все решится, мы все вам тут научим, все будет классно, нет, мы говорим, как есть на самом деле, отчеты об успеваемости, тоже, наверное, у многих есть, тоже я подсмотрела и здесь, и у кого-то еще, вот такого плана мы выдаем, мы выдаем раз в четверть, это может быть часто, но мы не проводим открытых уроков, у нас нет возможности провести их в нашем помещении, поэтому мы раз в четверть, вот такой вот заполняем, учитель заполняет такой, у нас есть шаблон, это вот первый класс, например, да, написано, даты, процент посещаемости, процент выполняемости, домашние задания, тесты, как выполнил, сколько вам букв выучено, сколько слов, какие темы, что умеет писать, что умеет говорить, что умеет понимать, что умеет читать, все это мы прописываем. На другой стороне, я его уже не фотографировала, там в комментарии преподавателя, он пишет, что какие, какая, значит, может быть, аудирование лучше получается у ребенка, прекрасно, хвалим, там, тра-ля-ля-ля-ля, если не выполнять домашние задания, мы пишем, что необходимо их выполнять, это необходимо самостоятельно, без помощи родителей, они посильные, они не какие-то там сложные, они большие, не объемные, то есть это мы просим. И всегда говорим, какое-то мероприятие у нас произошло, мы его описываем, какой подарок получил ребенок, как он там себя, весело ему было, прекрасно ему было, хорошо ему было, в основном всем весело, хорошо. Все это вот мы отражаем в отчетах, также мы говорим, что там стал более серьезным, стал более, допустим, каким-нибудь, не знаю, ответственным ребенок, да, мы хвалим за какие-то вот небольшие, даже прогрессы, мы считаем, что это так нужно делать. Вот, и диагностическое тестирование и консультация с родителями ученика в начале года, вот про что Анна от Сулыка говорила, да, я в том году тоже подумала, но я в том году уже начала это делать, и что это значит, мы приглашаем на тестирование только с родителями, в основном мама приходит, вот как вот Анна рассказывала, практически то же самое. Я когда услышала ее, вот эту речь, она у нас была с таким же занятием на курсе, я поняла, что я правильно делаю, ну как бы я придумала это сама с собой, оказалось, что так вот не только я придумала, и это классно. Также мы проводим диагностику, ребенок пишет тест, родитель сидит, мы ждем. Потом учитель или я, мы подсаживаемся к ребеночку, мы разбираем этот тест, спрашиваем его о чем-то, какие-то вопросы задаем, если там, допустим, цифры спрашиваем, мы понимаем, какие цифры сложные, мы их спрашиваем, как они звучат. И родитель в этот момент видит настоящую ситуацию знаний своего ребенка. Часто бывает так, что мама говорит, а как это ты не знаешь, мы же с тобой учили, вот эти слова, вот эти слова, а ребенок смотрит, и он не помнит. Говорят, что может быть стресс, ну не думаю, что стресс, но даже если там немножко переживает, я говорю, давайте напиши, или давай я скажу, ты скажешь какое слово, первое, второе или третье, допустим. То есть мы по-разному подходим. И это показывает родителю, как на самом деле сейчас занимается ребенок, как он знает, чтобы потом не было удивлений. И тут же мы после этого общаемся, тоже мы спрашиваем про все, про успеваемость в школе, какие любимые предметы, про многие моменты, про индивидуальные особенности спрашиваем, и рассказываем, что ждет в нашем курсе, куда мы его приглашаем, рассказываем про школьные предметы. У нас есть учебники из школы, мы говорим, что ждет их вот в этом, в этом, в этом году, показываем им специально. Допустим, если там вот на таком-то учебнике, у вас будут вот такие-таки какие-то сложности, или успехи, или там, знаете, что будет, да? То есть мы их консультируем еще и по школьной программе, и показываем различия, или какие-то, или то, что у нас совпадает, допустим, да, чтобы они понимали, что мы, в принципе, идем в одном направлении. Есть, конечно, различия, но небольшие. Вот, это, это, кстати, да, вот пробных уроков нет, но вот эта штука есть, и после нее хорошая конверсия, очень хорошая. Это затратно по времени, но мы пока себе можем это позволить, потому что у нас небольшой центр. В больших центрах, конечно, это невозможно. Понятно, что, ну, хотя, может быть, если распределить учителей, и все это так вот сделать грамотно, то возможно. То есть мы делаем вот так, и мы считаем, что это вот относится к нашей честности, и мы прямо все говорим. После некоторых консультаций были моменты, когда мы отказывали детям, потому что, и прямо на консультации с мамой пообщавшись, допустим, мы понимаем, что ребенок там глубокий речевик. Мы об этом говорим и объясняем, или, допустим, мы видим особенность ребенка в поведении какую-то такую, и мама говорит, что вот такой, вот такой. Я говорю, что вот мы, значит, группой занимаемся, возможно ли это будет вот так, вот так, вот так. Такие могут быть сложности, вы подумайте. Вот. То есть мы честно их предупреждаем. Дальше. Так. Что у меня случилось? Ага. Индивидуальный прогресс ученика. Что это такое? Это входящее, исходящее тестирование, да, и демонстрация родителям всех этих вот тестирований, чтобы они понимали, с чем пришли, с чем ушли. Тестирование после изученных модулей юнитов. У них в тетрадочке есть там такая страничка, где они пишут отдельно, сколько у них процентов за каждое баллов, да, за каждое тестирование. И тесты вклеиваем в тетрадочку, на таком мы их распечатываем в виде, чтобы они влезали. Тетрадки большие у нас. Полугодовое, годовое тестирование, где проверяем формирование языковых компетенций. Вот сейчас было у нас, мы проверяли, довольно-таки, мы, скажем так, довольны нашими результатами. Были некоторые моменты, нюансы с некоторыми детьми, но это было предсказуемо. Ну вот, да, мы проверяем даже больше и нас, да, и их детей, как мы научили, теперь чего они знают. И это тоже транслируем родителям. Дальше. Устное собеседование в конце года. Вот про что говорила Евгения. Мы планируем это сделать. Я уж тоже себе дала за рук и всем вот объявляю, чтобы не было дороги назад. Мы будем снимать на видео, будем делать что-то наподобие, как вот в Кембридже, да, все эти материалы можно найти в открытом доступе, все это посмотреть. Вот. И отдельно каждому родителю будем отправлять. И потом, конечно же, будем это транслировать в группе в виде рекламы. Что-то по выступаемости я вам показала. И фото, и видео занятия. Опять-таки, мы не можем делать открытые занятия, мы можем снимать видео. Можем. Целыми уроками мы не снимаем, и, конечно, мне кажется, это очень долго, никто не будет смотреть целый урок. Мы такие нарезаем основные моменты, чтобы каждого ребенка было слышно, видно, да, это все отправляем. Так, ну вот тут у нас было полугодовое тестирование. Забота. Ценность заботы начнем снизу, в мелочах, в общении. В мелочах вот тоже у Дмитрия было такое, на курсе я запомнила, когда они писали тест, Дмитрий пошел делать исследование, как это все происходит, и понял, что, значит, эти вот пейпос, да, они колются. Сделали их так, чтобы они не кололись. Уголочки эти убрали. Вот такого же плана все вот эти вот вещи, у нас тоже все это есть штучки, все мы это делаем, чтобы было удобно, чтобы было мягко, чтобы была ручка, чтобы был карандаш, чтобы был клей, чтобы все было под рукой, мы это все обеспечиваем. И вот разные-разные мелочи. В общении это обязательно, если родители пишут нам, что, допустим, кто-то заболел, не придет ребенок, мы пишем, что мы приняли к сведению, отмечаем отсутствие, желаем скорейшего выздоровления, пускай поправляется. Обязательно каждому родителю это пишем. И ждем, как только чувствует себя лучше, пускай приходит, мы очень ждем по имени, называем по имени обязательно ребенка. Всегда пишут родители спасибо большое, большое за такое внимание. В общем, когда они уезжают на соревнования, мы всегда желаем им победы и всего такого. В общем, это важно. Мне кажется, нечасто такое происходит где-то вот в центрах, в школе это понятно, это редко такое происходит. У меня еще со школы так делал на самом деле, как бы такое внимание. Система лояльности это тоже прописанный документ, это в качестве заботы о финансовой составляющей наших родителей, хотя скидок там немного, там в основном бонусные системы, баллы, небольшие скидки есть, я тоже не люблю скидки, я считаю, что в магазине вы редко на скидку можете что-то хорошее купить. Бывает, конечно, но все равно не на постоянной основе. Письменная тетрадь это то, что у Дмитрия говорил у них как какой-то там журнал, как это называется, не помню. В общем, он у нас в разработке, еще в том году у меня была идея, не дошла она у меня до реализации, но в этом году обязательно дойдет уже. Уже написано, как она должна существовать, ТЗ, то есть мы составили для дизайнера. Мы хотим туда зашить все необходимые дополнительные материалы, потому что мы очень много всего клеим, даем распечаток дополнительных. В том году выдавали папки, папки забываются, распечатки мнутся, теряются, а это важно, там, допустим, прописи какие-нибудь, да, детям, еще что-нибудь такое, чтобы все было в одном месте. Там будет информация, как надо себя вести правильно, как кого зовут, вот тоже мне понравилась эта идея, Дмитрия, про, значит, уровни языка обязательно, потом у нас будет раздел в конце, вот My Points, у нас такой есть, там они получают всякие свои там баллы, наклеечки, там что-то, стикеры у кого что, вот, то есть, чтобы все было в одной этой тетради, чтобы родитель тоже не заморачивался, не покупал разные, а они сразу покупают нас готовые, и покупают только письменную тетрадь и покупают рабочую тетрадь. Учебники, вот я написал учебники, они не покупают учебники на начальном, это в начальной школе, учебники у нас закуплены, почему мы так сделали, я посмотрела, учебники, ну, чего там, тот же Kidsbox, там первый или второй, даже третий, дома никто их не листает, это точно. И потом, иногда судьи их тоже смотреть никто не будет, это не средняя школа, вот при П, понятно, да, там можно посмотреть, там много всего интересного, и тексты, и грамматика, все что хочешь, а здесь просто картинки, поэтому в основном их продают или отдают кому-то, и мы решили сделать так, мы закупили учебники, и они приходят в школу нашу, и ими занимаются, все, то есть они их дома не забудут, тоже уже хорошо, их задача принести только тетрадь рабочую, письменную тетрадь, вот эта забота, а это наши мерч, вот этот наш, сейчас дальше покажу, тоже как забота, если мерч, то у нас он обязательно, и подарки, они у нас нужные, да, а это вот мы их тут в сом году поздравляли, вот забота была от нас, а это вот дети нам дарили подарки, это мы делали на адвент календаре, они делали печенье петли, и принесли потом, стали угощать всех, а это даже, не помню, что-то у нас поздравили, с каким-то праздником, дети там приезде, вот, поощрение, тоже, я считаю, что это одна из важнейших таких, как-тире мотивация, да, составляющих обучения, ну, очень, тут где-то я прочитала, такое, что если вот, вы, значит, ругаете своих детей за учёбу, за то, что они хотят, или иногда не хотят, или ленятся, вот представьте, что вас, вы идёте, ну, как бы вас подбивают, да, на какой-то проект, который длится 11 лет, и ты не знаешь, закончится он успешно, или неуспешно закончится, вы готовы 11 лет просто вот так вот, не то, чтобы никуда, но вот постоянно делать что-то, не зная, как это вообще потом обернётся, я так задумывалась, думаю, правда, вот, когда, я бы не согласилась, ни за что в жизни теперь, понимая, насколько это долго, мы же не можем так долго ждать, а их заставляем, вот, и поэтому, поощрения должны быть всегда, я считаю, что это заслуженные вещи, они как-то поддерживают мотивацию, интерес детей, в общем, что такое поощрение, индивидуальные поздравления именинников, также у Дмитрия идею эту я увидела, она у меня зрела, но когда я его вас увидела, она у меня прям выстрелила, и мы сделали вот такие вот колпачок, у нас одевают именинник, получать подарок сладкий, вот такую открытку, мы потом ещё немножко её переделаем, вот, в открытке пишут поздравления дети, кто пишет, да, кто не пишет, тут рисует чего-то, купили такой тортик со свечками, специально тоже, те, кто разрабатывает эти вещи, вот, подписывается у нас свечка, если держим ребёнка, даже если он там в другой день, если даже заболел, он придёт, всё равно мы его поздравляем, всем остальным мы раздаём по маленькой конфетке, типа, они же на пати, в общем, включаем хэппи-бёдды, они поздравляют, поют, в общем, все очень нравятся, некоторые родители, мама одна вообще написала, что мы очень ждём поздравления, как бы не скромно это звучало, мы говорим, конечно, мы вас поздравим, не забудем, то есть они ждут, им это важно, подарки за успешную учёбу через систему геймификации, ну, как у многих, мы тоже придумали, что они зарабатывали, что там, у кого смайлики, у кого какие-то сердечки, у кого и звёздочки, в общем, у нас разноцветные такие наклейки, значит, определённое количество нужно набрать, раз в полгода обмениваем на подарки, а не только на подарки обмениваются, через полгода они, у нас сгорают, там, значит, жёлтый за домашку, синий за активное участие на занятиях, значит, фиолетовый за тесты, там, траля-ля-ля, и зелёный за отзыв, родитель должен писать отзыв, если хочешь получить какой-то покруче подарок, в общем, сработало, написали много отзывов хороших, когда это всё было опубликовано, но у тебя есть выбор, три вида подарков разных, и вот они их получают, вот у меня тут дети, кто на что заработал, были, конечно, немножко обиженные лица, но что поделать, кто как потрудился, так и получил, теперь, значит, есть мотивация в следующем полугодии лучше работать, вот, тут разные, да, всякие полезные вещи, ни шоколадки, ни конфеты, а это вот брендированная продукция, всё, мы предусмотрели, что нужно будет для учёбы, и разные мероприятия с подарками, конкурсы, адвент-календарь, вообще, отдельно его вывела, он так зашёл классно у нас в этом году, вот, это небольшая такая фотография, просто те, кто у меня попались, да, дети делали печенье дома с родителями, одно из заданий, все довольные, все счастливые, тоже заполняли там такую ёлочку, тоже у вас подсмотрела, я так думаю, точно была же ёлочка, я же точно знаю, где такую ёлочку найти, нашла эту ёлочку, купили эти стикеры, значит, придумали задание, всё шикарно прошло, все довольны, всем всё понравилось, подарки получили, вот, ну и результаты, какие по такой работе, систематизируют работу всего центра, то есть, вся работа идёт в соответствии с ценностями, ничего нельзя сделать того, чего не соответствует ценностям, помогает в наборе учеников, то же самое, помогает в удержании учеников, мотивация, да, вот типа, поощрение, всё, что хочешь, помогает выстроить годовой план, это касается, если мы строим, ну, годовой план работы, допустим, с родителями, или годовой план просто работы самого центра, какие мероприятия должны происходить, с какими подарками, какие должны быть, ну, там, всё, что сходит в эту систему ценностей, помогает идти к цели, которые вот вы наметили, всё, наверное, всё. Хотите попробовать на практике инструменты создания образовательных продуктов? Присоединяйтесь к онлайн-курсу «Школа управления языковыми проектами». Регистрация на сайте dnschoolinfo.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова